добрый день с вами империя пикчеры сегодня покажу вам как нарисовать мыльные пузыри маркерами если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами для начала наметим силуэт мыльных пузырей у нас должно быть расстояние снизу побольше чем сверху по бокам и сейчас отмеряем центр листика и проведем вертикальную линию которая будет оси симметрии поможет нам выстроить две одинаковые стороны умных пузырей проводим вертикаль выравниваю по краешку листа подправляем и ластиком убираем лишнее сверху мы обозначим боковые линии перенесем на другую сторону и соединим с нижней частью подравниваем линии лишнее убираем с помощью ластика в принципе нижняя часть у нас готова краешек у нас будет закругленный проводим сверху такую дугу отмеряю расстояние до верха что было тоже одинаковым и нарисую верхнюю часть виде мороженки крема вот такими капельками обозначаю сужая их кверху верхняя часть будет заостренный смотреть наверх и тоже проходить ровно посередине ориентируемся по оси симметрии снизу мы проводим тоже вертикальную линию даем ей толщиночку далее добавляем такой вот овальчик который будет служить отверстием через которое выдавается мыльный пузырь рисунок мы закончили теперь обводим черным линером все карандашные контуры а пока вы это делаете вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение подойдите в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней ждем вас к нам на обучение и после того как обвели весь рисунок по контуру можно ластиком стереть весь карандашик он нам больше не пригодится и теперь мы можем приступать уже к работе маркерами с левой стороны у меня есть выкраска каждого цвета и я подписала его номер чтобы вам было удобнее ориентироваться и начнем мы с номера 9 это светло-розовый цвет я закрашиваю им всю часть мороженка потом другими цветами мы будем создавать объем проходимся по краю потом двигаемся к центру заполняем чтобы было аккуратненько теперь возьмем оттенок номер 198 это оттенок розового немножко потемнее он еще при наложении даст такую легкую тень полупрозрачную и его я наношу на нижнюю часть каждого то этой каждой капельки где-то можно линию удваивать чтобы было интересней закруглять и теперь оттенком номер 87 это темный розовый я сделаю самые теневые части они тоже будут проходить снизу и в местах где соприкасается каждая часть этого крема также можно по форме сделать интересно удваивая вот так вот линию и создавая такие дополнительные ответвления этого цвета на свету тут вот закончились краешку из снизу немножко подчеркнули и в общем-то стене мы закончили и сейчас снова возьмем оттенок номер 198 для того чтобы немножечко границы размыть у оттенка 87 получится более плавный красивый переход за счет этого далее мы уже будем переходить к нижней части мыльных пузырей сделаем сначала номером 59 зеленый цвет вот эту часть овальненькую затем возьмем светло-желтый цвет номер 167 и им про полностью закрашивают эту всю нижнюю часть треугольную также прохожусь и поверх овальной центральной штуки до конца чтобы было ощущение что она внутри находится цветом номер 35 я затемняю верхнюю часть в этой области тоже повторяя по форме такой немножечко дугообразный далее подчеркиваю с правой и с левой стороны такую толщиночку цветом номер 34 усиливающие тени подчеркну верхнюю часть и создам вот такой рожок с помощью диагональных линий и поперек пройдусь еще раз далее оттенком номер 41 это такой уже темно-желто-зеленый я обозначаю тени с левой стороны стараясь подчеркнуть также и фактуру вафли оставляя там такие вот промежутки между полосочками далее оттеночком номер 167 я пройдусь по краю и размою оттенок номер 41 также сорок первым оттенком можно подчеркнуть некоторые ячейки вот тут вот на переднем плане можно их прорисовывать прям поверх вот этой зеленой нашей штуки также можно тут сверху подчеркнуть довести до конца овальную часть и далее вновь возьму оттенок номер 35 и пройдусь по границам сорок первым на переднем плане такая вот у нас красота получается доведу линию до конца сверху и теперь мне остается сделать белой ручкой блики завершающие штрихи на мороженке мы сделаем блики можно удваивать делаем уже интересную по форме виде капель подчеркиваем также и сам стаканчик рожок показываем свет и на вот этих частях перекрывая овальчик так вот проявляю фактурку вафли прям по верху и он так вот стараемся взять по по всей поверхности кое-где до подчеркнуть белой ручкой участке и вот такие мыльные пузыри маркерами на с вами получились прислать и ваши результаты к нам в инстаграм и с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице ссылка на инстаграм находится в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч